30 лет назад произошли события, впоследствии названные августовским пучем. О трех днях августа, которые потрясли не только нашу страну, но и в целом весь мир, мы сегодня поговорим с участником тех событий, экс-руководителем Верховного Совета, ныне заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Русланом Имрановичем Хасбулатовым. Здравствуйте, Руслан Имранович. Здравствуйте. Руслан Имранович, можно ли считать, что огромной вехой в вашей жизни стали те три дня события в августе 91-го года? Ну, вехой моей жизни, может быть, они и стали или не стали, но вехой жизни Советского государства они определенно стали, потому что был нанесен очень мощный удар по Советскому Союзу, так и последующим, поэтому удалось вот тройке заговорщиков фактически в Беловерской пуще так легко распустить Советский Союз, так сказать, своими подписями. Как вы считаете, какова предтеча этих августовских событий? Ну, предтеча августовских событий – это известный новый вариант Союзного договора, который был уже согласован Горбачевым и с Ельциным, и с Назарбаевым. Это был окончательный текст, и я его, как руководитель Верховного Совета, получил в эти дни. Мы собрали Верховный Совет Российской Федерации, обсуждали, а 20 августа Горбачев попросил, чтобы направить полномочных делегатов от Союзных Республик для подписания этого самого Союзного договора, 20 августа. Но мы вот как раз перед отпусками, когда получили, в июле месяце, так вот я собрал Верховный Совет, пригласил Ельцина, и мы решили так, чтобы все-таки не срывать сам процесс обсуждения, не столько подписания этого Союзного договора. К тому же Горбачев мог обвинить нас в том, что мы срываем Союз, мы вот выступаем против сохранения Союза и так далее. Вот было Верховным Советом принято решение, что направить делегацию во главе с Ельциным, вот, и я, еще там несколько человек, в том числе два мэра, московский, питерский, в общем, представительные делегации, по-моему, 10-12 человек от Российской Федерации, и 20 августа мы должны были явиться в Кремль. А 19 августа я решил собрать всю эту делегацию на Президиум Верховного Совета с тем, чтобы нам выработать общую позицию. Почему? Потому что мы не были согласны со многими положениями этого проекта, но не буду говорить о всех, слишком много перечислять, назову только один, и вы сразу поймете суть дела. Например, по новому проекту, который был разработан уже Горбачевым и согласован с Ельциным и Назарбаевым, автономные республики Российской Федерации приравнивались к союзным республикам. Ну, сами подумайте, что это означало. Это означало мгновенный распуск, распад Российской Федерации. Мы уже не говорим о сохранении Советского Союза. Исчезла бы единая Российская Федерация, как государство, как союзная республика. Конечно, как я мог с этим согласиться? И вы оговорили на Верховном Совете, что этот пункт, другие пункты и прочие, которые угрожают целостности интересов Российской Федерации, на обсуждении в Кремле 20 августа подписаны не будут. То есть, тем самым, я специально хотел на всякий случай, если кто-то из делегаций там начнет чего-то шевелиться, из средних позиций, так сослаться на решение Верховного Совета, который ограничивал деятельность нашей делегации и не позволял нам, ни мне, ни Ельцину подписывать документ, если он выходил за рамки этого мандата. То есть, Верховный Совет определил мандат. Вот в чем был смысл и этого договора проекта, и нашей позиции. И вот представьте себе, когда, наконец, и, видимо, руководители советского государства, помимо Горбачева, увидели, к чему это ведет, вот эта вся затея с этим союзным договором, видимо, у них какие-то эмоции поднялись, они захотели протестовать и нашли форму протеста вот в таком виде, как попытка отстранить Горбачева от власти и заодно российское руководство. Вот подоплека. Ну, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к ГКЧП и в чем была все-таки основная проблема и ошибка ГКЧП? И кто, если не ГКЧП, кто мог сохранить все-таки в итоге Советский Союз? Ну, Советский Союз, значит, сохранить. Не надо так рассуждать. А с какой стати возник вообще вопрос о сохранении Советского Союза? Вот сейчас в Америке много проблем, но никто из них не говорит о сохранении Соединенных Штатов. Они говорят о решении проблем. Поэтому вопрос о сохранении Советского Союза, сам постановка вопроса, она предполагает, в общем-то, так сказать, ну, нездоровое отношение к тому, что произошло и что происходило. Почему должна речь идти о сохранении? Поэтому, когда Горбачев ставил такой вопрос на референдуме о сохранении Советского Союза, я говорил, слушайте, вы же юрист. Что значит сохранение? А кто выступает против сохранения? Если кто выступает против Советского Союза, возьмите, у вас же КГБ, у вас же прокуратура, возьмите, привлеките их к ответственности. Это же государственное преступление, если кто выступает против сохранения своей единой страны. Оно всегда существовало. В Древнем Риме было еще. Борьба с Римом, так сказать, считалась самым тяжким преступлением. Это государственная измена. Поэтому сама постановка, которая была вброшена в тот период, она свидетельствовала о том, что политическое руководство уже вообще-то не владеет. Даже в эмоциональном смысле оно потеряло какой-то ориентир. У всякого государства бывают какие-то проблемы. Они решаются. Зачем надо было ставить вопрос на референдуме о сохранении? И что сделали шесть союзных республик? Они не участвовали в этом референдуме. И Горбачев им дал возможность легализовать свои требования. Они сказали, а мы в референдуме не участвовали. То есть само политическое руководство губило страну. Вот что я хочу сказать. Оно было неадекватным. Вот в чем дело. К сожалению, оно оказалось совершенно неадекватным. Одно дело руководить колхозом, а другое дело руководить государством. Вот я считаю, что Горбачев, а потом и Ельцин в руководстве России были люди неподготовленные для руководства государством. Вообще бывает стиль, бывает, так сказать, тип человека, который может быть, ну, достигать больших политических высот, но на вторых, третьих ролях. А на первых ролях он не годится даже для управления колхозом. Вот такой тип, мне кажется, был как раз вот Горбачев и Ельцин. Им нельзя было давать никакую руководство на первые роли. О том, что Ельцин не годится в качестве первых ролей, это было показано, когда он руководил и Свердловской областью, а потом Москвой. Ведь он же здесь, в Москве, будучи первым секретарем, диктатором фактически, менял всех кадры. Так, он же ничего не сделал полезного. Вы, в принципе, задолго до 91-го года и тем более до 93-го года представляли, каких принципов, каких ориентиров из себя представляет человек Борис Николаевич Ельцин. Почему все-таки тогда вы как-то оказались в одной упряжке и не считаете ли вы в таком случае ошибкой, возможно, что тогда вы ему не дали уехать в американское посольство и вообще с высоты уже прожитых лет и после того, как вы увидели, как дальше складывалась эта ситуация, как вы оцениваете свое участие в этих событиях и, может быть, вы бы как-то по-другому поступили? Нет, я по-другому вряд ли поступил, как мне кажется. Потому что мы были в одной связке и как бы я не разделял многие взгляды Ельцина, он меня рекомендовал. Я был его первым заместителем. Я считал своим нравственным долгом в общем-то выполнять и обезопасить его, оберегать его. Поэтому, когда он там часто выступал с нелепыми вещами, которые возмущали не только людей, но и наших депутатов, то я всегда и прессу особенно, как я пользовался тогда в те годы благословностью прессы, я всегда комментировал, как-то вот нейтрализовал вот эти такие отрицательные эффекты его выступления. Ну, например, он как-то сказал, что Российская Федерация должна иметь свою армию. Тут же все бросились с осуждением журналисты ко мне, почему он так сказал. Я говорю, ну, что вы делаете, шум? Он имел в виду, что вся та армия, которая, гарнизоны, части расположены на территории Российской Федерации, это и есть Российская Армия. Вот так вот, ну, одна трактовка. Конечно, он имел в виду совсем другое, но я вот придавал вот такую трактовку и как-то пытался его обезопасить. Поэтому я нес свое бремя первого заместителя так, как мне поверевал долг. И когда шесть руководителей восстали в феврале 91-го года, известная шестерка, то я тогда тоже один вот отстоял, все сделали так, как это нужно сделать, в интересах Ельцина, в интересах, вот как мне казалось, страны. Поэтому и мои действия тоже были продиктованы, и то, что мы вместе с Ельциным вместе действуем. Ну и, конечно, тогда он дважды проявил слабинку в эти августовские дни. Первый раз он с самого начала ведь хотел уже, в общем, не хотел ввязываться в борьбу. Когда я зашел к ним в Архангельске, он уже говорит, ну вот все, говорит, нас сейчас через полчаса придут, так, крючковцы нас арестуют. Я говорю, ну полчаса еще, я говорю, мы на свободе, поэтому давайте будем не сдаваться, а драться, давайте так. Начнем действовать. Вот тогда я написал вот это обращение известное, которое в рукописном виде оно было сперва размножено. Тут же составили штаб, потом вместе выехали в Верховный Совет, где я провел заседание, приняли первое постановление о экстренном созове Верховного Совета с тем, чтобы посудить. Так вот. Это был первый эпизод. Ну а второй ночью, это тоже известно, вот, когда он хотел бежать, ну, я не сел в эту машину, тогда он отказался от этого позорного дела. Ну, слава Богу, закончилось. Ну, я дальше уже виню не столько даже, Ельцин, конечно, был на высоте, но, к сожалению, Горбачев приехал с Сароса уже сломленный, надломленный. Он почему-то решил, что его должны принять как героя. Здесь, вы знаете, мы же не знали, какая там обстановка среди ГКЧП. Здесь танки, огромное количество десантиков, в любой момент кто-то мог сорваться, дать пулеметную очередь, или танк мог выстрелить, и все, началась борезня, кутерьма. И мы, и депутаты до хрипоты, тем более, холодные ночи тогда были необычайно. Вот. Они уговаривали, ругались с этими десантниками, с офицерами, приводили их чувства. И вдруг приходит Горбачев, который отсиделся где-то, и ведет себя как воздь, да еще и несет несуразицу. Выступая в Верховном Совете, говорит, вот, благодаря союзным республикам вы победили. А наши депутаты все прекрасно знали, что лидеры союзной республики были так напуганы, что они уже согласились подчиниться ГКЧП. То есть, знаете, замаячила тень шинели Сталина, восприняли-то сперва ГКЧП очень серьезно, считали, что это жесткая рука, начнут расстрелы, виселицы. Так, и что вы думаете, когда я звонил лидерам Прибалтийской республики, я всех лидеров знал хорошо, секторами дружил уже к этому времени. Когда я говорю вам, нам нужна ваша поддержка, наша помощь, мне, знаете, что говорят? Нет, нет, это ваши дела, мы в московские дела не вмешиваемся. Гамсахурди, который чуть ли не первым объявлял войну Горбачеву, он тут же прислал телеграмму, что отныне он подчиняется только указаниям ГКЧП. И так далее. То есть, а Горбачев выступает у нас на Верховном Совете и говорит депутатам, вот, благодаря поддержке, благодаря моей перестройке, ваше сознание перестроилось, так, и поэтому вас поддержали в Союзной Республике, и вот вы все вместе одержали победу. Конечно, было возмущение. Сразу же было возмущение, так, сразу возникло, в зале уже, так, вот мы с Ельциным с трудом удерживали от резких, жестких выступлений наших депутатов в адрес Горбачева. То есть, он, кстати, прошло сутки, и он мог уже понять обстановку, вернувшись, нет, ничего не понял человек. Но, честно говоря, когда он спускался... Мне его было жалко. Его начали терзать депутаты, так, вот, мне его стало жалко. Я говорю Ельцину, я говорю, давай прекратим. Он говорит, а почему? Я говорю, да жалко. Он улыбнулся, говорит, все, давай прекращаем. И мы закончили вот это заседание Верховного Совета, чтобы больше не терзать, и чтобы не унижали депутата Горбачева. События 93-го года не произошли бы, если бы не произошли события 91-го года, да, скорее всего. Не прослеживаете ли вы эту цепочку? Ну, конечно, окажем, конечно, не произошли бы. Ясное дело, что не было бы событий. Тогда, в принципе, можно... Войны бы, кстати, если бы не было бы 93-го года, не было бы войны в Чечне. Это же ясное дело. Мы бы это все мирным делом все завершили. Я вовсе не считал, что там события в Чечне равным образом... До войны, я имею в виду, они начались, между прочим, не в Чечне, а в Татарии. Первое-то подняло проблему суверенитета Татарии. Уже из Татарии Дагестан, через Дагестан уже все это перешло в Чечню. И мы бы этот вопрос бы решили так. Ну, вот расстрел Гельциным, осуществленный так вот, в 93-м году, он же, он, во-первых, показал, что все союзные республики сразу отшатнулись от союза, от близких отношений с Россией. Так, и Украина, в первую очередь, я потом говорил много, уже после этих событий, и с Ковчуком, и с Иваном Плющом, председателем Верховного Совета Украины, он говорит, когда тебя расстреляли, нет, нам такая Россия не нужна. Вот сейчас все, Украина, 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 Украина Зеленская. Так, где она, таится? Он говорит, нет, расстреляли, нам, говорит, такую Россию, где расстреливают парламент, и не упаси Боже, мы теперь будем говорить, что мы вообще не имеем никакого отношения к России. Это, вы даже не представляете, какую роль сыграл расстрел? За это же надо было не просто судить. Было страшное преступление перед государством. Оно и до сих пор остается государственным преступлением. Если бы сейчас, когда вы знаете все то, что произошло после, может быть, все-таки стоило тогда поддержать ГКЧП? Кого? ГКЧП. Нет, вы знаете, я их всех знал. Я их всех знал. С Кручковым у меня были хорошие отношения, в отличие от Кручкова и Ельцин. Они друг друга терпеть не могли. Я всегда, у нас много разных вопросов возникало к Кручкову. Я всегда звонил ему, встречался, и он всегда шел на встречу мне. Так что у меня и личные были с ним неплохие отношения. Янаеву я знал еще по Комсомолу. Я в аппарате ЦК Комсомола работал в начале 90-х годов. Это прямо с МГУ, когда я работал секретарем, комитет комсомола на Московском университете. И после аспирантурии меня сразу Тяжельников забрал в ЦК Комсомола. А Янаев тогда был председателем КМО, Комитет молодежных организаций. Руководил всеми зарубежными связями. И, кстати, считался очень даже неплохим, авторитетным, грамотный, такой вот эрудированный, такой смелый. Так что это люди были вполне адекватные. Секретари ЦК, Шенин, умница, Бакланов, организатор оборонного комплекса, космосом занимался. Я с ними часто имел дела, связанные с проблемами. Ведь Ельцин-то фактически не занимался ни хозяйственными, ни прочими, а все наши регионы, области, края, республики все время обращались ко мне с хозяйственными делами. Почему? Потому что они обращались в правительство России, а там не могли решать. Там у них была органическая боязнь перед союзным правительством. Ну, а я все-таки человек не очень боязливый. И когда ко мне приходил там председатель областного исполнительного комитета, ставил вопросы, я созванивался с министром нашим, потом с премьером. Когда они не могли решить вопрос, я звонил Рыжкову или Павлову или Маслюкову госплан. И всегда они шли навстречу. И всегда я решал вопросы нужные для республики, для области, для края. И на этой основе у меня установились, в общем-то, хорошие отношения со всеми этими ГКЧПистами. Кроме там Стародубцева, кто там еще, Тизяков, вот их я плохо знал, а те, которые вот работали на союзном уровне. Поэтому у меня к ним не было никаких предубеждений, в отличие от Ельцина, там его окружение, Бурбулеса, который там как-то... Ну, это их проблемы. А я был возмущен незаконными их действиями. Я, когда мы встретились 20-го утром в Кремле с председателем Верховного Совета Лукьяновым, я сказал ему, Анатолий Иванович, чем бы ни закончилось это все, вы председатель Верховного Совета СССР, я председатель Верховного Совета Российской Федерации. Не президенты будут нести ответственность, а мы с вами. И нас могут посадить, от нас потребуются. Вы что делали? Я говорю, вы это понимаете? Что мы с вами несем ответственность, а не эти несчастные ГКЧПисты. Каково ваше решение? Я думаю, что этот визит и вот наш вот такой разговор, он повлиял, он на них, я думаю, оказал влияние, почему они все-таки не пошли. Так, он все-таки сказал, так, человек-то умный, так, что нам с вами отвечать, нам вдвоем отвечать, оставьте этих президентов, не президентов, там, черт тех знает, какие у них там должности, я говорю, мы председатели Верховных Советов, мы несем главную ответственность. Вот, вот с этого времени, я думаю, начался откат вот этих людей от своей позиции. И поэтому я ставил им вину это. Я говорю, созвал Верховный Совет, экстренное заседание. Почему вы не созвали Верховный Совет, СССР, и не изложили свои претензии там? Тем более, один из вас, глава правительства, другой, сам председатель Верховного Совета, третий, министр, четвертый, секретарь ЦК, я говорю, мне до вашего должности только расти, расти, я говорю, я руководитель, председатель Верховного Совета, одной из 15 республик, формально, по Конституции СССР. Я говорю, почему вы действуете незаконно? Вот что нас возмутило, меня, в первую очередь, я это свое возмущение, и содержание возмущения, я передал и Верховному Совету, что дело не идет, что они какие-то изменники, плохие люди, недоумки, мятежники, нет, они нарушили закон, обладая высшей политической властью, они отошли от процедуры осуществления своей власти, им надо было свое недовольство Горбачевым и этим союзным договором изложить на Верховном Совете или съезде народных депутатов, сказать, посмотрите, к чему ведет этот договор, мы не согласны, вы Верховный Совет, вы Съезд народных депутатов, главный орган государства принимаете решение, вот что они должны были делать, вот о чем шла речь и мои расхождения, а не по поводу того, какие они были, какие они цели ставили, цели у всех ставят благородные, какой диктатор не ставит благородные цели, какой путчист не ставит благородные цели. Но мы обращаемся к вам, как к человеку, который может знать истинные цели, не те, которые занимаются. вот было, вот было истинное, вот истинное вот это возмущение наше, почему под наши знамена вернули, стали люди, вот, и я убедил Ельцина тоже стать на путь законности, и первым пунктом потребует возвращение Горбачева на свой пост в Москву. Обратимся несколько к участию иностранных государств во всем том, что происходило в эти дни в Москве. Как вы думаете, почему президент США Джордж Буш 20 августа 1991 года не только не признал ГКЧП, как следовало, из распространенного Белым домом заявления, но и потребовал вернуть к власти законного президента Советского Союза, а в противном случае Соединенные Штаты грозили отозвать из Конгресса новое советско-американское торговое соглашение и усилить военно-политическое давление на Советский Союз? Это произошло не 20-го и не 19-го. Дело в том, что они занимали в начале... Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать, никакого иностранного вмешательства в дела падения Советского Союза нет. И не было. И все, что вы там слышите по этим разным каналам, там, что вот там они там занимались подрывом и прочее, так, все это чушь. Это дело... И такое огромное государство, как Советский Союз, никогда не мог пасть в результате внешних мешательств, внешних заговоров. Это все... Вот маленькая Куба сколько лет, и то Соединенные Штаты не могут никак справиться. Это только иллюстрация. Другое дело, в 93-м году там было, но это другой вопрос, там было мешательство, так, и очень серьезное со стороны президента американского. А здесь не было. И более того, когда, если я не ошибаюсь, 17 августа Буш-старший был в Киеве. Он совершал длительное зарубежное турне, в конце турне залетел в Киев, был там, выступал на Верховом Совете. Его встречали как спасителя, как Мессию. Ну, он их всех озадачил. Так, он выступил, фактически, это его выступление произвело шок. Он сказал, знаете что, у нас, мы имеем отношение с крупной супердержавой, с Советским Союзом, и дальше мы намерены иметь отношение с одной советской державой. То есть, это был явный сигнал, что не надо пытаться отделиться, и вас никто на Западе и в Америке не ждет. Вот это очень сильный был сигнал, и я думаю, что если бы не ККЧП, это тоже могло бы сыграть на пользу сохранения единства Советского Союза. Ну, случилось то, что произошло. Он влетел в свое поместье к Каунгбаттен, так, там ему сообщили из Вашингтона, позвонил советник, так вот, сказал, что там происходят непонятные дела, и вот он с тех пор, так вот, будучи в отпуске, Каунгбаттене, так вот, он был на связи. Через день вынужден был вылететь в Вашингтон, так, и ему подсказывали все время. Сперва ожидали, что будет очень сильное, жесткое правительство, так, и ему советовали подождать, пока не прояснится обстановка, какой будет ситуация в Москве. Потом ему сообщил, тогда посол уехал, так, и был временный исполняющий обязанство, если я не ошибаюсь, Коллинз, да, Коллинз, ему сообщил, что он был в российском парламентском дворце, который уже назвали Белым домом, встретился со спикером Хазбулатовым и Сельциным, на него очень большое впечатление произвело в этой встрече, так, особенно со спикером, он, говорит, он так прямо и сказал, что через два дня мы разобьем этих мятежников, так, и он дал тоже Совет не торопиться признать ГКЧП, и когда уже, в общем-то, прояснилась обстановка, так, 21-го, так, он уже жестко, ну, поэтому, Вашингтонский 21-й, здесь еще 20-й, так, вот, под влиянием вот этих, в основном, под влиянием, в том числе, из-за обращения руководства Российской Федерации, где, в первую очередь, первый пункт был вернуть Горбачева, они считали, так же, как и Ключков, что Ельцин, ненавидя Горбачева, между ними плохие отношения, и никто, так сказать, вот такую постановку вопроса осуществлять не будет, но я тогда убедил Ельцина, что в первую очередь надо вернуть Горбачева, тогда нас и поддержит международное сообщество, но так и получилось, когда и в Америке, и в Европе Горбачев для них был очень близкий, свой человек, он громадным авторитетом там пользовался, когда они увидели, что мы поддерживаем Горбачева, тогда Буш-старший сказал, ага, с российским руководством можно иметь дело, и это, оказывается, на него повлияло очень серьезным образом, и он дал тогда вот первое, такое достаточно, такое требовательное условие, что надо вернуть Горбачева, так и прочее. Вот так, вот так, такова была эволюция Белого дома. Но все-таки я это знаю хорошо, потому что я этим специально занимался. Ненадолго вернулся Горбачев? Ну, так он мог вернуться надолго, но он сам себя фактически лишил власти, ведь он три месяца ничего не сделал, он не сумел создать правительство, союзное правительство. Он посадил Лукьянова, хотя я говорил, не сажайте Лукьянова, он формально не был участником, он не входил в ГКЧП, но посадил Лукьянова, они лишили руководства Верховного Совета. Ну, премьер Павлов формально был среди заговорщиков, его посадили. Вот представьте себе, союзное руководство, съезд распустили, Верховный Совет распустили, Совет Министров посадили, СССР, и он никак не создает правительство СССР. Ну, а что же, его, Ельцин превратил своего пленника фактически, заложника, поэтому он там никакую роль уже не играл, Филикену грамоту, подписывал какие-то указы, которые ему подсовывали. Ну, в общем, вот три месяца, вы можете себе представить, когда три дня нельзя, один день нельзя без правительства в той обстановке. Я ведь сидел, вы знаете, в Российской Федерации Ельцин тоже прогнал правительство, Силаева. Я тогда явочным порядком превратил президиум Верховного Совета в правительство и обязал всех председателей комитета заниматься правительственными делами. 20 августа министры иностранных дел стран европейского экономического сообщества решили заморозить программу помощи ЕС Советскому Союзу на общую сумму в 945 миллионов долларов. То есть все-таки какие-то... Вполне логично, вполне логично. Так, ну а как же, они выражали протест против путчистов. Как же, так это была реакция, а как иначе. Ну как-то реагировать-то надо было. Эта же помощь была обещана Горбачеву. Так ведь? А здесь его свергли. Пришли путчисты. Они хорошо помнили путь Пиночета. Так, и ожидали, между прочим, таких же вещей и здесь, в Москве. Так вот. Поэтому они заморозили. Я не считаю, что это было вмешательство внутреннего дела. Это была реакция на незаконное событие, происшедшее в московском регионе, или в Москве, или в Советском Союзе. Польский политик Казиме Шмияль писал, что создание ГКЧП было на самом деле хитроумным ходом для ускорения распада Советского Союза и КПСС. Хотя, как он говорит, немногие участники ГКЧП были посвящены вообще вот в такую комбинацию. Но, тем не менее, эта комбинация была организована проамериканским руководством КГБ. И подтверждает ли это уже тот факт, что как раз-таки ГКЧП запретил коммунистическим организациям и промышленным предприятиям выступать в качестве, в поддержку ГКЧП в то время, как, в принципе, антисоветские выступления проходили повсюду по России? Вы знаете, это же все абсурд. Во-первых, человек ничего не знает о событиях, судя по тому, что вы мне зачитали. Это все так далеко от реальности. Что касается отрицательной роли ГКЧП, КГБ, я об этом писал, по-моему, я единственное, что он написал, что главный виновник распада СССР я вообще считаю КГБ, его руководство. Организация, которая, вы знаете, составляла 200 тысяч офицеров. Вы можете себе представить эту силу? 200 тысяч офицеров, причем с высшим образованием. 200 тысяч! Это же целая армия. Так вот, если бы здесь были мужчины, я бы сказал бы, и ни одна б***ь из них офицеров КГБ не выступила в защиту Советского Союза. Из 200 тысяч офицеров. А теперь гордятся нынешние чекисты, гордятся тем, что они наследники КГБ. Что они, такие же наследники? И они сотворят с Российской Федерацией то же самое? Поэтому заговоров не было. Для этого, чтобы быть заговорщиками, плести такой хитроумный план, надо еще иметь достаточно высокий интеллект, которого там, к сожалению, не было. Среди десяток генералов армии вокруг Ключкова. Так, они же, ведь началось с чего? Первый удар. Карабахский кризис. Это разве, они же взяли Ключков и КГБ подставило армию. Это же не проблема армии. Проблема Прибалтики, это же не проблема армии. Нет, опять туда полезла армия. Это же КГБ проблема. Чего вы содержите 200 тысяч офицеров? Поэтому, к сожалению, КГБ сыграло отрицательную роль. И именно руководство, генералитет КГБ и был инициатором вот этого самого-то путча. Вы в интервью всегда говорите о том, что на самом деле истинным желанием и целью ГКЧП было сохранение Советского Союза. Было, да. Вы в это верили? Я верил, и так же, как и у меня, верил. Но методы были преступные, методы были незаконные. Методы, ведь что такое методы, что такое технологии? Это то же самое подтасовка. Ответственно ли население Советского Союза в том, что распался Советский Союз? Народ всегда ответственный, потому что он всегда несет ответственность за последствия. Вот все последствия, все тяжкие последствия принимаем решение, конечно, ложатся на народ. Это народ. Вот, например, я считаю, что последние 30 лет у нас появились в стране уникальные возможности в связи с ростом цен необычайно, то, чего никогда не было, и относительно спокойной политической жизни. И условия позволяли стране уровень жизни повысить по крайней мере в два раза. Мы должны были бы жить сейчас на уровне Франции, не меньше. Условия позволяют. Народ должен был бы жить в два раза. Лучше, чем ныне. Если бы сохранился Советский Союз? Нет, если бы была бы нормальная государственная власть. Вот даже вот эти начиная с 2000 года, если бы у нас была бы вполне нормальная государственная власть, которая управляла по-государственному, хотя бы сдерживала растаскивание государственного богатства, хотя бы сдерживала растаскивание вот этих денег. Вот я уже несколько раз публиковал цифры. За эти 20 лет страна получила 3,5-4 триллиона долларов. Вот эти я как раз имею ввиду, вот эти деньги позволяли повысить уровень жизни. Куда делятся эти деньги? Кто в этом виноват? Народ? Да, народ, который не требует ответственности, а куда вы деваете деньги? Да, парламент, который не требует и который не контролирует исполнительную власть, а куда идут эти деньги? Каждый день у нас появляются сообщения, что какой-то полковник ФСБ наворовал там на 5 миллиардов, гаишник наворовал еще на 10 миллиардов, какой-то муниципальный глава еще на 10 на 15 миллиардов. Вот куда идут эти деньги? А государство, его правительство, правящие круги не хотят осуществлять контроль. Плюс огромное количество вот этих силовых структур, которые не дают развитию предпринимательства. Ну, это же столько развело всех этих носителей погод. Это же немыслимое дело. Если бы сократить их два в три раза, глядишь, и белки предпринимателя жил бы, и другие стали бы как-то получше жить. Хотя бы вот это. То есть у нас совершенно ненормальное государство. Причем я не виню нынешних правителей. они получили это государство наследство от тех, которые совершили преступление и создали вот такое политическое устройство. Я уже ставил вопрос, как обеспечить пенсионный реформ. Установите рентный налог. Ренту на добычу нефти, газа, леса. Небольшой рентный налог, который идет в пенсионный фонд. Пенсионный фонд будет иметь свой фонд. Установите пенсии хотя бы на том уровне, который установлен для среднего чиновника. Почему для чиновника установлен 50-60 тысяч рублей в месяц? А для простого человека сколько там? Ну, где-то порядка 20 тысяч. А средняя зарплата... А средняя... А бедность у нас какой уровень бедности? 12 тысяч рублей. Так попробовали там жить сами они. Министры, Путин, пусть они... Кто у нас там премьер, пусть они проживут на эти деньги. Поэтому я и говорю, вот, если они установят вот это, хотя бы вот, начните с того, что пенсионный фонд, обеспечьте его тем, тем, что заслуживает человек. Ведь если установить ренту на природное ископаемое, это означает что? Это означает, что государство косвенно признает, что недра, земля, леса, это есть собственность народа. Это не есть собственность государства. Это есть собственность народа. И поэтому через этот налог, пенсионный фонд, вот это право владения землей возвращается гражданину. Ведь это величайшее было бы достижение. Это и есть признак социального государства. Если правительство начнет вот с этой реформы и поднимет пенсии до 50-60 тысяч рублей в месяц, так вот та угроза, о которой я гипотетически говорил, она исчезнет, будет постепенно рассасываться. Люди начнут понимать, да, это правительство действует на интересах народа. А сейчас все прекрасно понимают, что это правительство защищает интересы имущих людей. и правящей бюрократии больше никого. К народу это правительство не имеет никакого отношения. Даже вот посмотрите, ведь оно делает одну ошибку за другой. В нашей стране вводить платные дороги невозможно. У нас, вы знаете, сколько у нас дорог? У нас 5-6 раз меньше дорог, чем в Европе в среднем, с точки зрения территориального размещения населения. Преступно вводить платные дороги. Нет, вводится, строит дорогу, вводится платная дорога. Что-то делается расплата, расплата. Денег-то у людей нет. Так вот, вы знаете, процессы социальные часто развиваются спонтально. Спасибо вам большое, Руслан Имранович, за нашу беседу. В гости открытой студии сегодня экс-уководитель Верховного Совета, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Имранович Хасбулатов. Я, Инна Добросовестная.